Привет! Я Станислав Чернышов, и вы смотрите и слушаете Русский календарь. И вы знаете, героиня сегодняшнего календаря могла бы, наверное, стать иконой феминизма. Потому что, ну, посмотрите сами, какой профессиональный успех. Она стала, наверное, самым известным в мире русским поэтом двадцатого века. И это в сфере, где такая высокая конкуренция со стороны талантливых и гениальных мужчин. И знаете, когда она начинала карьеру в начале двадцатого века, конечно, были поэтессы, но роль женщины была скорее быть объектом любви и музой для поэтов. А в конце жизни она стала, ну, можно сказать, гуру для молодых писателей и поэтов шестидесятых годов. И, кроме того, у нее был очень сильный и независимый характер. Но, насколько я знаю, иконой феминизма она не стала. Ну, может быть, потому что, например, не любила феминитив поэтесса, а всегда говорила, что она поэт, и что гендер здесь не играет никакой роли. Может быть, потому что всегда носила красивые длинные платья, длинные волосы, и выглядела традиционно женственно, ну, или скорее потому, что никогда прямо не боролась за политические права женщин. Анна Ахматова родилась 23 июня 1889 года. Фамилия у нее тогда была другая, Горенко Ахматова. Это фамилия ее прабабушки, и так как ее отец был категорически против ее занятий литературой, она взяла псевдоним, фамилию прабабушки Ахматова, которая потом, я еще расскажу об этом, станет ее настоящей фамилией. Но вы можете себе представить, как трудна была жизнь человека, который родился в России в 1889 году. Это, в общем, значит, что нужно было пережить две мировые войны, гражданскую войну, революцию, несколько волн террора. Но сначала никто об этом не знал. Был прекрасный Серебряный век. Очень хорошее время для писателей и поэтов. Санкт-Петербург был столицей и столицей культурной жизни. Ахматова ездила в Париж, где ее рисовал Модильяне. И Анна Ахматова начинала писать стихи. Ее любил молодой поэт Николай Гумилев. Любил больше жизни. Это правда. Он даже пытался покончить с собой. И вот, когда он начал издавать поэтический журнал «Сириус», в общем, это была не очень удачная идея. Вышло только три номера журнала. Но в одном он успел опубликовать первые стихи Анны Ахматовой. Вообще, Гумилев, о котором у меня тоже есть видео, посмотрите, если интересно, но он просил Анну стать его женой семь или восемь раз. И, наконец, она согласилась. И они стали лидерами новой поэтической школы акмеизма. Ахматова издала несколько книг, стихов перед революцией и после. И получила большую известность как поэт. Об этом периоде жизни, о Серебряном веке, она рассказывает в поэме «Без героя». Но началась война, муж ушел на фронт, потом они развелись. И в двадцать первом году, как я рассказываю в видео о нем, Гумилев был арестован и убит. Анна Ахматова продолжала жить. У нее был сын от Николая Гумилева. В будущем очень известный историк Лев Гумилев, который написал много книг по истории России. Правда, серьезные историки иногда не считают, что его теории это так прямо настоящая наука. Но очень известный историк и очень интересный человек. Сын Ахматовой Лев Гумилев. Она вышла замуж за очень интересного человека, поэта, переводчика, египтолога и шумеролога Шелейков. И, кстати, после развода с ним первый раз официально взяла фамилию Ахматова. Так поэтический псевдоним стал ее фамилией в паспорте. Вот. Ахматову не публиковали. Ее критиковали за искусство для искусства, за буржуазно-аристократическую эстетику и за пессимизм, да. Ну, для пессимизма, знаете, были причины, да. Как писала Ахматова в поэме о жизни родственников репрессированных, о жизни в эпоху репрессий. Простые и ужасные строки. Эта женщина одна. Эта женщина больна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Они прекрасно передают ее чувства в этот период. Потом наступила война. Сын Ахматовой ушел на фронт и дошел до Берлина. Но после войны снова был арестован и провел в лагерях еще 10 лет. Но сегодня наша история не о нем. Ахматова в войну продолжала писать. Она переживала и чувствовала войну как трагедию своего народа и свою трагедию, да. Помните, не страшно под пулями мертвыми лечь. Не горько остаться без крова. Но мы сохраним тебя, русская речь. Великое русское слово. Ее сын вернулся с войны, но снова был арестован. И 10 лет провел в лагерях. Но все пережил. Как я уже сказал, стал известным историком. Надо сказать, Ахматова хотела помочь ему. Даже написала какие-то, можно сказать, пропагандистские, просоветские стихи. Но это не помогло. Сын потом говорил, что она недостаточно сделала, чтобы помочь ему. Отношения между ними были не очень. Третьим мужем Ахматовой стал Пунин, искусствовед, специалист по истории искусства. Тоже очень интересный человек. И с ним она жила вот в таком прекрасном месте. Здесь, в Петербурге, на фонтанке. Ну, с другой стороны, но здесь красивый вид. В так называемом фонтанном доме. Сейчас там музей-квартира Анны Ахматовой. Когда приедете в Петербург к нам изучать русский язык, рекомендую. И надо сказать, что там жила и настоящая официальная жена Пунина. Ну, вот так они жили вместе. Как когда-то, может быть, конкурент Ахматовой по мировой славе, поэт Владимир Маяковский. Я вам рассказывал в другом видео. Но, в общем, речь не об этом. Ахматова продолжала до конца писать стихи. Она была живой иконой для молодых талантливых писателей и поэтов. И не изменяла своим принципам. И она осталась, конечно, прекрасной женщиной-поэтом. Примером таланта, принципиальности, силы характера. И специалисты часто говорят, что великая классическая русская литература, которую мы так ценим и любим, начинается с Пушкина, а заканчивается со смертью Анны Ахматовой, последнего великого поэта нашего Серебряного века. Вы смотрели и слушали «Русский календарь». Спасибо за внимание. Напишите в комментариях, каких женщин-поэтов и писателей из разных стран вы знаете, кто вам нравится. Я думаю, это будет очень интересный список. И до новых встреч! Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok